Всем привет! Меня зовут Катя Клэп. И да, не удивляйтесь, хотя я не знаю, чем удивляться, потому что я сижу в топике, вот это вот вываливается на вас, на мне кепка, странное качество, хотя может быть я унижаю свою камеру, я снимаю на свою мыльницу, потому что большую с собой камеру не взяла, вы как уже поняли с последнего ролика, крайнего ролика, очень суеверно. Короче, что я сейчас не дома, я решила, что снимать на мыльнице будет лучше, потому что более уютно получается. И под крайним роликом я спросила вас, что вы хотите увидеть, очень многие просили веселой пятницы, и для меня это всегда, знаете, типа, я думаю, что вам, предположим, хочется определенную рубрику, которую давно не было, это как бы всем надоели веселой пятницы, и когда я спрашиваю, что вы хотите, большинство пишет, предположим, веселой пятницы, или там наоборот какая-то еще рубрика. Поэтому я всегда ссылаюсь на ваше мнение, что вам хочется. Спасибо за ваши наводки, веселой пятницы будут попозже, когда я приеду домой, потому что они все-таки связаны как-то с моим антуражем. Здесь я сижу опять, кстати, на полу, как раньше стала снимать, потому что мне так удобно, может, потому что здесь еще не так жарко. Ну и в целом, это якобы веселая пятница, потому что я хотела сделать разговорное видео, поговорить с вами о том, что у меня сейчас происходит. Да и в целом, как-то, не знаю, обуютить обстановку, не люблю я это слово, вот прям вот, я удерживаю себя от другого, как бы, понятия, но я не говорю это слово, я никогда не говорю, ненавижу, это плохое слово, но в целом, типа, вот есть фраза, есть слово, которым охарактеризовывают все вот такие уютные ролики, называют их ламповыми. И мне это слово, оно мне так не нравится, но я думаю, что это понятие всем известное, поэтому захотелось сделать что-то ламповое. У меня прямо, знаете, вот ламповое, я себе представляю, как я сижу где-нибудь там в уголочке какой-то советской квартирки, где скрипит еще пол, горит какой-то местный свет, может быть торшер. Я читаю книжку, которая пахнет библиотечной пылью, знаете, завернута в плед и вообще качаюсь в таком уютном скрипящем креслице деревянном. И побиваю очень хороший такой крепкий черный чай из фарфоровой кружечки с блюдечками, такая, как лампово. Моя ламповая сейчас, сижу на полу, на ковре, на котором кто-то, наверное, сношался, потому что здесь непонятные пятна. Мне жарко, у меня красные глаза, потому что я встала буквально час назад, потому что у меня был дневной сон. Я теперь сплю днем, потому что жара такая, что я не выношу. У меня на голове кепка, потому что не уложены волосы, и я даже не хочу с ними ничего делать. Я купила сухой шампунь, но просто вот как бы лишнее что-то на себя пшикать, наносить, как, например, сейчас косметику для меня, это просто одища. Мне хочется дышать. Я еще закрыла окно, чтобы вам ничего не мешало слушать мою перекрестный голос и эти гениальные мысли. И пью, как, конечно же... Да, почему бы и нет? Что в этом плохого? Я никого не осуждаю за это. Расскажу о своих буднях. Я здесь уже, наверное, недели три. И в целом мой распорядок дня очень странный, потому что я просыпаюсь где-то в 8-9 утра, и так как я сейчас болею, я не буду вдаваться в подробности, что у меня и как. Скажем, я достаточно мучаюсь и не люблю других людей обременять своими типами, типа, ой, мне плохо. У всех полно проблем. Поэтому фишка такая, что просыпаюсь рано утром, где-то часов до 12, я, скажем, привожусь в организм в порядок. Я сижу сейчас на обезболивающих, поэтому почему-то моему организму на утром хреново особенно, и потом я раскачиваюсь, и уже где-то в 12 я иду завтракать, обедать. Сегодня я съела любимое буррито, причем у меня еще... Ааа, я пролила все это... Ну, все, да, я пролила свою воду на пол, спасибо. После меня у следующих жильцов здесь тоже будет что-то липкое и вкусное на полу. Но здесь очень вкусные мексиканские всякие ресторанчики, кафе, наверное, больше, потому что ресторан совсем что-то дорогое, а кафе, мне кажется, там, где ты пьешь кофе с какими-нибудь куассонами. Короче, вот есть мексиканские вот эти вот шаурничные. Сегодня заказала чапотли буррито и съела только, наверное, половину, потому что для этого я еще что-то поела. Но это... Вообще я не выкидываю никакую еду. Не знаю, может быть, у меня какая-то травма, но я, короче, и честно, я считаю, что выкидывать еду это кощунство, поэтому даже если что-то минимально недоедая в каких-то местах, я всегда забираю с собой. Вот у меня в холодильнике с моего завтрака лежит треть буррито. И ведь я его уже съем завтра. И, кстати, тоже так же про тему, наверное, того, что сейчас происходит. Короче, я наконец-то стала худеть, потому что, так как мой распорядок очень странный, после обеда, завтрака, я прихожу домой, солнце палит так сильно, что я ложусь спать. Где-то, наверное, на час, на два дневной сон, потому что функционировать вообще невозможно. И я в очередной раз себе доказала, что я лето не особо люблю. Типа, спасибо за хорошую погоду. Я понимаю, что сейчас у нас в России там какие-то непонятные циклоны, очень холодно, дожди. Единственная проблема в такой погоде, то что я метеозависима. Поэтому, если кто-то из вас тоже так же страдает, я вам очень сочувствую, потому что переменчивая погода, это все влияет очень сильно на сосуды, головные боли. Но если в целом там как бы или прохладная погода, или постоянно какие-нибудь дождики такие небольшие, идеально для меня. Но жара! Где-то в два дня я ложусь до четырех, до пяти спать, в пять встаю, и чаще всего я вообще не ужинаю тут. То есть я фактически даже не обедаю, потому что мой завтрак днем. И тут начала я, в принципе, подхудать. То есть это хорошо, потому что я вам говорила еще раньше, что у меня были лишние два килограмма. Хотя я думаю, что я приеду в Москву, я вздешусь, я такая типа, разницы никакой не стала, спасибо. Но вечером я в основном здесь ем просто половинку маленького арбуза. И это мне заменяет очень хорошо ужин. Так что стало приводить себя в порядок, потому что, как-то не знаю, у меня есть очень странная физиологическая какая-то особенность. Я поняла, что я, в принципе, ну, с психологической точки зрения, никогда себя не считаю особо худой. Ну, типа, ну нет такого. Даже вот сколько я боролась с этим комплексом, не могу я типа. Я вот знаю, что я типа ненормальная. Если бы я там весила столько же, сколько там моделей, я бы все равно знала, что со мной что-то не так. Я там на сантиметр меньше, значит, я толще выгляжу. Тема не в весе и росте. Все это вот здесь. Но я поняла, что когда я поправляюсь, у меня машинально становятся вот здесь такие вот пупочки. И у меня округляются коленочки. Это очень сложно объяснить. И, наверное, теперь в каждом моем инстаграм-посте я буду себе писать, округлились коленки, пожирнела. Хотя я могу весить 45 килограмм, там, я не знаю, сколько там. Просто питаться солнцем и такие типа жирные. Вот такие комментаторы так помогают моему комплексу расти и развиваться. Спасибо. И в целом, типа, мне не хочется совсем быть худой. У меня есть мой такой идеальный для меня вес, который уверен, что если я скажу, все-таки скажут, «О, ты жирная!» И кто-то скажет, типа, «Ой, худая, молодец!» Даже в маечке сел мне тут второй пары вот грудей. Поэтому вернул свой вес. И на самом деле проблема набора не в том, что я его стесняюсь, этот вес, или он, скажем, меня как-то обременяет. Во-первых, конечно, хочется выглядеть хорошо, и это факт. Я себя чувствую достаточно относительно комфортно от того, что у меня есть. Типа такая, «Пофиг, мне нормально!» Но как только у меня начинает закрадываться мысль о том, что я плохо выгляжу, «Господи, у меня какие-то проблемы!» У меня сразу начинается плохое настроение, и надо что-то с этим делать. Поэтому просто правильный образ жизни, он мне как-то самостоятельно поднимает самооценку. Не обязательно, что есть какие-то просто огромные результаты. И за последние три недели, так как у меня был хороший сон, я хорошо пила водичку. Серьезно, это самые вообще банальные вещи. Также ходила как минимум 10 километров пешком. Я обожаю ходить. У меня после этого гудят, зудят ноги. Но они приходят в порядок вот моментально. И после всего вот этого полезного, дневной даже сон тот же самый, полезный завтрак. Все это привело в порядок организму. И буквально вся вот вода, обменные процессы, все это вернулось. Я очень безумно этому рада. Но обратно мне все равно предстоит лететь 11 часов, и я просто раздел боюсь. Буквально через, наверное, час пойдем в кино. Я, наверное, там все равно возьму газировку. Потому что, кстати, в Америке это очень плохо. Я обожаю пить газировку. Она здесь не калорийная. Есть без кофеина также. Типа доктора Пеппера. Господи, вы знаете, моя любовь еще с 2012 года. Как я его обожаю. Здесь он зеро. Просто можно пить вот так вот. Хотя он такой же не полезный. От него там рак и прочее. Так что я записываю сейчас ролик при тем, как пойти в темноту, в прохладу и посмотреть фильм. В целом, мне очень здесь нравится. В том плане, что я не особо гналась за какими-то, знаете, возможностями в Америке здесь пожить. Типа, ой, здесь там классные шмотки. Или вот еда, да. Можно вот как бы подчеркнуть вот это вот. Мне, на самом деле, очень важно. И как бы это странно. И опять же таки, пафосно не звучало. Определенно кто-то обидится на мои слова. Но здесь я ехала за вот бытовой жизнью. Потому что здесь есть дом. Я могу готовить. Я могу ходить по улице. В чем вот матер и дела. И на меня никто не смотрит. Типа, жирная. Здесь, в принципе, людям в этом плане все равно. Я ехала сюда за обычным время верморождением. Типа, ходить в кинотеатры. Ходить в супермаркеты. Покупать еду. Гулять. Ходить, конечно же, безусловно, в парке развлечений. Просто впитать в себя все вот это возможное. Надо, чтобы говорить вслух то, что ты хочешь. Чтобы тебя большинство людей не понимало. Потому что это очень важно. Ну и в целом ходить, чтобы никто из-под тяжка не фоткал. Особенно, когда я гуляю с молодым человеком. Я этого не очень хочу. Не понимаю и не хочу. Поэтому, скажем, все уже течет. Весь макияж. Я даже припудриваться не хочу. А надо бы. Ну, блин. Серьезно, здесь очень жарко. Так что, в целом, я здесь, на самом деле, занимаюсь просто обычными какими-то вещами. Хожу, гуляю, ем. Ем, сплю. Я, короче, в последнее время стала самым настоящим ребенком. Потому что у меня сейчас лето проходит в первый раз за очень долгое время. Вот как оно проходило в школьное время. Когда у меня были каникулы. И это самое охрененное время. Ты понимаешь? Спустя время. Время, 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 время. Во-первых, я могу иногда просыпаться часов в 10-11. Я завтракаю хлопьями с молоком. В Москве это я себе редко позволяю. Потому что молоко это такое типа. Плюс еще хлопья, сахар здесь. Пожалуйста. У меня мозг от жары не варит. Можете, пожалуйста, хлопушки? Тем более здесь столько хлопьев. Это просто потом. Что еще? Я также смотрю сериал. Я начала смотреть, пересматривать сериал Отчаянной домохозяйки. Я его смотрела, по-моему, в классе в 9 или в 8. Прям вот. Сериалы я давным-давно не смотрела. Я забросила само вот это отношение, типа, любовь к сериалам. Потому что я не могу заставить себя сидеть на одном месте. Сейчас, пожалуйста. Я как-то один раз зашла по ссылке. Такая, так, как стоп? Уже седьмая, восьмая серия. Я только вчера начала смотреть. И думала, господи, у них там 6-7 сезонов. Сколько мне тратить на это времени еще? Также эта вот штука. У меня здесь лежит вот эта вот хреновина. Я также показывала вам уже. Все началось с того, что я по приколу. А на самом деле я дико хотела себе спиннер купила в Сочи. И я с ним не расстаюсь. Может быть, у меня действительно проблемы, как вот у детей с расстройством внимания. Но вот я, главное дело, в последнее время им перестала уделять внимание, потому что я ее куда-то кладу и забываю. Но вот когда он лежит у меня в рюкзаке, это проблема. Это тоже еще одна вещь, похожая на школу. Я даже скажу вам больше. Ребята здесь играют в видеоигры, и я вот настолько, вот настолько близка к тому, чтобы опять заново начать играть в Sims. Мне только одно останавливает, что игра установлена на ноутбуке у молодого человека, а он сам играет в видеоигры. Поэтому я такая, ну я посмотрю отчаянных домохозяек. Еще я в какой-то день ела суп из овощей, который сварила, и смотрела отчаянных домохозяек. У меня просто флэшбеки были. И еще я каждое лето, причем не перед летом, а именно в само лето, пытаюсь похудеть перед следующим учебным годом. Еще из вот как бы вот такого у меня лежит рядом, правда, это не мой подарок. Еще один нереальный флэшбек из лета после, наверное, девятого класса, это то, что тогда, также в это время, когда смотрела сериалы, также вот отдыхала, я купила себе Барби, потому что мне безумно захотелось. В этом году я не отличилась особо умом. Это нормально вообще? Мне 24 года, и я знаю, что каждый год, какой бы цифрой ни говорил в своем возрасте, я продолжаю покупать игрушки, любить их и думать, что они любят меня в ответ. Девочка розоволосая, я называю поночка, у нее юбочка с присыпкой, да, я поехала, но это не важно. Здесь у нее также есть палочка, на которой она держит, собственно, капкейк, крылышки, розовые волосы, и здесь тапочки, которые сделаны как будто бы из вбитых сливок. Она стоила, по-моему, 2 доллара, причем это Матео. Почему дети перестали играть в Барби? Почему они на скидках? Потому что у всех появились в соцсети. Вот с одной стороны я закрыла окно, но я думаю, что может быть слышно, как сверчки уже вовсю орут. Еще одна тема, это то, что я читала комментарии, и очень многие просят поснимать влоги в Америке, так как у меня был план. Я еще зимой, когда проводила неделю влогов, подумала, что было бы круто как раз-таки через полгода где-то повторить эту всю историю. И вот ровно сейчас появилась возможность сделать неделю влогов прямо из Америки. Так что ваше мнение очень важно. Если вы хотите, я обязательно постараюсь и сделаю все. И у меня заканчивается батарейка. Я вижу, что ты мигаешь. Не подводи меня камера. Кстати, вдохновений таких, которые, знаете, как вот эстетика и прочее. У меня новый баннер на канале. Я безумно полюбила неон. Мне он очень нравится, наверное, последние года-два, но я не знала, как это реализовать. Типа саму вот эту вот тему. И она сейчас безумно популярна, поэтому я решила, что во время сменить стиль. Я даже себе купила неоновую вывеску. И в будущем я еще закажу себе несколько, чтобы завесить и расставить в комнату в неоновых таких подсветках. Так что... Наконец-то я созрела до неона. Скоро еще у Кайли новое шоу выходит 8 августа. Я безумно жду. И на самом деле там тоже неоновые вставки. Я такая... Эстетика. Обожаю. Очень рандомно. Перескочу из темы на тему Кайли. Мне пришли очки из коллекции Кайли, которые я в Инстаграме постила в сториз, что типа я хочу, не хочу, но все-таки купила. Она сделала коллаборацию с этим брендом. Собственно, самое забавное, что внутри даже помпон был. Я до сих пор не знаю, как правильно произносить помпон. Из кожи зама ремешок. Золотая какая-то фурнитура. Очень симпатичный. Подарок просто шоу. Я думаю, что они ко всем заказывают очков такое. И здесь очки. Они называются Hidden Hills. Розовый цвет. У нее как раз-таки фотка есть в черных очках. А, у меня еще и карточка заканчивается. Спасибо, камера. Так, восстанавливаю. Как-то вот так было, да? Выглядят они черными. На самом деле они розового отлива. Особенно, когда смотришь на солнце. Не знаю, тут солнца у меня нет. Все-таки нравится мне Кайля. И мне нравятся, знаете, вещи или какая-то эстетика связанная с ней. Мне кажется, она очень смешная девчонка. И такая закомплексованная. Но при этом очень хорошая. И думаю, что она плохой человек. Но, опять же таки, это все мои мысли и мои воображения. Также я сегодня купила... Мне кажется, об этом стоит сказать. Потому что это очень для меня важная вещь. Я купила себе купальник. Потому что вообще в первый раз в жизни я иду в аквапарк. И для меня это стресс. Во-первых, потому что я боюсь всяких горок. Меня легко очень испугать. И это факт обо мне. Во-вторых, я нормально не купалась с 2011 года. Только, наверное, в 2015 году. Вот помните, да, я выставляла фотку в купальнике. Типа я похудела и все такое. Вот в 2015 году я окунулась в море. Вся в тени заплыла. Вышла и такая сделала красивую фотку. Как будто мне было весело. Причем нормально не купалась. Даже в бассейнах, которые я люблю. Потому что хлорочка приятна. Но моря я не люблю серьезно. Там свои как бы жители, краки, ну все дела. Люди купают. Вот эти вот мокрые места там свои мочат. Это как-то неправильно. Я себе купила купальник. Но так как я иду в суккубом мужской компании. И мне очень неловко, когда, знаете, вот это так стрясется. Шупа трусы съела и прочее. Короче, это как-то неправильно. Так как все мальчики будут в шортах, я и нашла себе шорты. Но потому что я не могу. Знаете, я себя чувствую неловко все равно. Я из тех людей, которые реально не понимают, какая разница между бельем и купальником. Я понимаю, почему там хочется постить такие фотки. Потому что хочется почувствовать там сексапильные женщины. И это хорошо. Это действительно хорошо. Мне тоже самой такое хочется. Но, типа, когда есть этот бытовой момент, типа, уиии, с горки, я не хочу, чтобы у меня вот здесь вот один вот этот вот вишня выпал и начала трястись. И сзади, понимаете, как бы вот. Я не хочу много говорить о своей пятой точке, я себя чувствую уже неловко. Поэтому я себе купила шорты для купания. Фиолетовые, типа, модный писос. И они были на скидке. Поэтому я очень обрадовалась так, что буду купаться в шортах. Может, даже запущу какую-нибудь фотку классную, типа, сексапильную. Потому что, кто знает, я ли себя буду чувствовать отвратно жирный, неприятный и испуганный из этих горок. Или такая, типа, ммм. Но, скорее всего, я сначала буду чувствовать такая, ммм. А потом, когда я прокачусь на одном аттракционе, я буду чувствовать просто себя раздолбанной. Вот эти супри волосы. Естественно, там, без макияжа все вот это вот. Ну и, конечно же, если будет холодная вода, то мои вишни дадут о себе знать. Поэтому я их, как бы, размещаю. Мало того, что у меня в камере карточка закончилась память, еще и батарейка сейчас села. Поэтому, сорян, дубль три. Ну и, собственно, топ купальника, он вот такой вот. Он тоже, кстати, был на скидке. Цвета фиолетовые, очень симпатично выглядит. Думаю, что в аквапарке я буду выглядеть хотя бы вменяемо. Потому что, поверьте, я иногда, когда отдыхала на море и были волны большие, прыгала в волну или волна меня сносила, с меня просто слетало там вот это вот топ, низ, песок там. Хотя это, наверное, уже от возраста. Короче, я очень жду похода. Надеюсь, он случится. Я не просто так купила себе шорты. Серьезно, я считаю, что это, на самом деле, более такой сдержанный вариант, чтобы не светить попой. Тем более в аквапарке, где есть дети. Да и всем будет все равно. Обычные люди вообще не смотрят на других. Но мне как-то спокойнее, что как бы я случайно ни на кого не сяду ей. Думаю, обо всем с вами поговорила. О чем-то непонятном, таком бытовом. О том, чем я сейчас занимаюсь. Вообще, что я сейчас делаю. В целом, отдыхаю. Просто восстанавливаюсь после там каких-то активностей. И опять же таки, пишите внизу в комментариях, что вам хочется увидеть на канале. Хотите ли вы в неделе влогов и что вы в ней именно конкретно в неделе влогов хотите увидеть. Желаю вам отличного лета. И самое главное, хорошее настроение. Потому что не важно, какая погода, есть ли план или нет. Главное это настроение. Потому что с ним даже какие-то мелочи в жизни кажутся очень приятными. Оставайтесь такими же позитивными и креативными. Всего вам самого святого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok